Внутренний туризм становится все более популярным среди жителей России. Туристические маршруты пролегают по самым интересным местам нашей большой страны. Самый масштабный проект по развитию въездного туризма в республике – этническая Чуваша. Как идет его реализация, обсудили в Средосвещании в Доме правительства. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы. Он состоит из нескольких направлений. Одна из главных достопримечательностей столицы – это Волга, ее набережная и залив. Специалисты туриндустрии вместе с архитектурным сообществом видят это место центром притяжения. И оформлено оно должно быть подобающе. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов отметил новую набережную. По его мнению, координаторам проекта удалось использовать все плюсы активного отдыха около большой воды. Но надо двигаться дальше. Агентство готово рассмотреть новые идеи и предложения, которые поступят из республики. О туристическом потенциале Чувашии должны знать как можно больше людей. В моем лице миллионы других туристов, людей, которые живут в разных регионах нашей страны. Хотите ли вы приехать на Волгу и погонять на Снегоходе? Хочу. Но есть такая возможность? Я не знаю. А вы знаете. Нужно сказать об этом. Регионы ее столицы должны быть шире представлены на национальном туристическом портале Russia Travel. Очень важно выстроить логистические маршруты, чтобы в них были завязаны все объекты, находящиеся по соседству. Например, в непосредственной близости с этнокомплексом Амазонии есть современный спортивный комплекс «Центр развития маунтинбайка». Там же в этнопарке в ближайшее время достроят еще семь объектов. Туризм во всех его проявлениях развивает реальный сектор экономики. Мы вместе с вами начали агротуризм развивать. Оно тоже востребовано на сегодняшний день. В перспективе и промышленный туризм, и образовательный туризм, и туризм медицины – все эти направления, они востребованы. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.